Друзья, всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как сделать идеальные ровные силиконовые швы и самое главное, как сделать без всего крутого инструмента, который вы увидите в этом видео. Главное, что нам понадобится, это качественные шпателя и немного практики. Все инструменты, которые вы видите перед собой, мы будем использовать в нашей работе. Но еще раз повторюсь, что в целом все это заменимо. То есть можно использовать обычный пистолет, можно использовать более простые шпателя. На рынке постоянно появляются всевозможные новые шпателя, поэтому здесь мы и будем использовать все, что у нас есть. Ну и конечно же, как стало ясно из названия видео, делать мы это будем без мыльной воды. Перед началом работ нам необходимо хорошенько зачистить швы от грязи и также обезжирить. Делать это будем с помощью обычного обезжиривателя. Самое главное, для этой работы понадобится очень качественная шпателя. У нас разные есть варианты, но вот именно эти шпателя в последнее время показали себя всех лучше. Для шва между ванной и плиткой я выбрал вот такой вот полукруглый вариант. Если вам интересна подробная информация о всех инструментах, которые мы используем в видео, в инстаграм я выложил подробный ролик про это. После просмотра этого видео переходите в первый комментарий к этому видео и посмотрите подробно. Итак, заряжаем наше оружие ближнего боя и приступаем к работе. Для того, чтобы силиконовый шов у нас получился максимально хорошо и красиво, необходимо наносить силикон с излишком. Потому что если где-то в одном месте мы нанесем чуть меньше, чем нужно, после того, как мы начнем формировать швы, если это будем делать именно шпателем, у нас не получится красивой формы. То есть, где-то получится либо рваной, либо еще что-то. В конечном итоге придется дорабатывать пальцем. Ну, а если мы дорабатываем швы пальцем, то тут несколько минусов. И самый главный визуальный это то, что он будет вдавленный вовнутрь. То есть, у таких швов будут тонкие стенки и, соответственно, больше вероятность того, что в них будет развиваться грибок. Вместо мыльной воды мы будем использовать вот такое вот средство, которое специально предназначено для силиконовой затирки. Ну и дальше будем формировать шов. Для того, чтобы это было максимально точно и качественно, будем использовать вот такой вот шпатель. Также есть очень похожие шпателя. Тут, я думаю, что неважно. Самое главное, что при использовании именно шпателя мы получаем максимально точный шов. То есть, если мы работаем, допустим, классическим шпателем, который я показывал ранее, есть вероятность того, что мы где-то пережмем на него или где-то у нас шпатель зацепится за шов плитки и получится некрасиво. Самый главный момент – постараться с первого раза сформировать сразу же идеальный шов. Это будет максимально правильно. По два раза возвращаемся только в те места, которые действительно этого требуют – внутренние углы или наружние. Здесь очень хорошо и наглядно видно, как шов приобретает максимально одинаковые размеры. Чуть позже я покажу его прямо вот сблизи. Ну и при работе с силиконовой затиркой всегда у нас есть ведерко, в котором можно убирать лишний силикон. С помощью влажных салфеток мы также протираем шпатель заново и уже возвращаемся к работе. Можно использовать также и туалетную бумагу. Видео я специально не ускорял. Сейчас вы видите, как работа выполняется в режиме реального времени. Вот такие вот стиковые шпателя очень удобны при формировании швов около ванной, либо вообще, когда нам необходимо сделать объемный шов. По сравнению со шпателями, которые я использовал ранее, это обычные квадратные резиновые, эти действительно намного лучше справляются со своей работой. В конце работы убираем остатки силикона с помощью плоского шпателя, как бы срезаем то, что у нас осталось, и в итоге остается только лишь силиконовый шов. В конечном итоге мы получили максимально правильные и равномерные швы. Если вам интересны все инструменты, которыми мы работали, вы хотите узнать про них более подробно, то мы уже сняли видео в Инстаграм, и обязательно заходите в первый комментарий к этому видео и переходите по ссылочке. Также не забывайте оставлять свои комментарии, ставить большие пальцы вверх. Ну, а с вами был, как всегда, Давыдов Сергей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok